Он совсем новичок. Это первый трамвай новой модели Усть-Катавского завода. И делать первые шаги по рельсам, приехав в Самару еще в конце декабря прошлого года. Здесь он учился правильно вести себя на дорогах во время ночных тестов, рассказывает водитель с 27-летним стажем Игорь Осадуллин. Именно здесь со специалистами из Санкт-Петербурга, из Усть-Катава, Чехословакии мы учили его ездить. А теперь будем учить его работать. Комфорт в трамвае – под стать автомобилю бизнес-класса. Противооткатная система позволяет удержаться на любом наклоне. В арсенале новинки также антиблокировочные и антипробуксовочные системы, гидравлические тормоза и совсем уж роскошь. Подогрев водительского сиденья. Теперь трамваю предстоит доказать свою уникальность на маршруте под номером 5. Планируется, что такие вместительные вагоны приобретут к чемпионату мира по футболу 2018 года. Мы должны проверить его эксплуатационные характеристики, вывести его на линию, посмотреть, как он работает, как себя показывают его составные и запасные части. Будем собирать отзывы и вот по этому трехсекционному трамваю посмотрим, что нам говорят жители. Свои впечатления самарцы смогут описать в книге отзывов, которая будет в вагоне. Комфорт и удобство для пассажиров – одно из главных качеств этого трамвая. Зимой здесь должно быть тепло, а летом прохладно. Вагоны оснащены двумя мощными кондиционерами. Повсюду низкий пол и мягкие сидения. Усть-Катавский трамвай может разгоняться до 75 километров в час. Есть у него спутниковая навигация, система видеонаблюдения, электронное табло. Первые эмоции пассажиров восторженные. Очень комфортно, очень все чисто и современно опять же. Особенно зимой в них теплее как-то я чувствую. Вместимость такого трамвая больше 200 человек. В три раза больше, чем у обычного. Тестовые испытания уже прошла белорусская метелица. Теперь проверят ее челябинского собрата. Покупать будут лучшие по соотношению цена-качество. Но это в перспективе. А пока парк обновляют одновогонными трамваями. 20 новых выйдут на линию в этом году. Пять уже прибыли в Самару. Марина Кравцова, Максим Гусев, События.